Выказать пропоновый, найти рациональное решение подчас дискуссии и замоцвать его в нормативных документах. В регионе протягивать работу диалоговые пляцовки. Сегодня эксперты обмерковывали удосконаливание сферы эдукации. На какие темы у дельники диалога звертали увагу, ведает Дмитрий Котов. До системы эдукации специалисты звертаются в другой раз. Первый этап обмеркования у проходе в два три дня тому у Мазыры. На этот раз вопросы носят больше широкий характер. Сначала дошкольная эдукация. Размова упершит шаргу о платных послугах. Як означают удельники диалоговой пляцовки, крайне необходный отповедный нормативный документ, який буде регуливать деянность установ дошкольной эдукации и у яким был бы прописанный полный пиролик додатковых послуг. Нас этот вопрос очень волнует в связи с тем, что в 2018 году была обновлена учебная программа дошкольного образования. И те услуги, которые ранее оказывались на платной основе, теперь включены в ее структуру. И, следовательно, мы не можем их реализовывать на платной основе. Волнует этот вопрос не только нас, но и наших родителей, потому что сегодня частные учреждения образования предоставляют возможность оказывать и предоставляют широчайший спектр образовательных услуг. И, конечно, родители выбирают то учреждение, которое может удовлетворить их запросы и потребности. В связи с этим мы предлагаем определить нормативный документ, определить перечень и содержание платных услуг в учреждении образования. Вышельшая эдукация должна отвечать к тенденциям сусветной экономики. Система, выпрацванная за прошлые годы, потребуя изменения, отзначают спикеры. Необходно у приватности удосконалить дистанционное научение. Это один из основных факторов, который у Тымлику позволит повысить количество замежных студентов. И таким чином повпливает на повышение рейтингов белорусских ВНУ в свете. Мы, в принципе, следуем за примерами ведущих мировых университетов. И в Беларуси сейчас обучаются более 20 тысяч зарубежных студентов. Но наша задача, конечно же, увеличить это количество. Сейчас из-за пандемии коронавируса мы это делаем дистанционно. В частности, наш университет, я знаю, что Могилевский государственный университет имени Кулешова, Белорусский государственный педагогический университет, открыли программы магистрские для педагогов, прежде всего, на английском языке. Пропаново гучить шмат. Подчас дискуссий вызначаются саправды важные. После экспертной оценки они знают от люстрования у новом кодексе об эдукации. У приватности у проекта нормативного документа выразная регламентация относина у школы и семьи. Мы ушли за последние годы от того, что основой все-таки является семья. С семьей все идет. Школа – это более образовательное учреждение, и оно только должно способствовать и развивать. Но все-таки, сняв ответственность определенную с родителей, а это было однозначно в последнее время, благодаря этому был потерян и статус учителя, и вот все, что происходило в обществе во взаимоотношениях системы образования и родителей, в частности, в общем среднем образовании, это очевидно. Вот это нужно корректировать. Удельники означают, диалоговая пляцовка – добрая махчимость обмерковать истнующие проблемы и шляхи их выращения. И в будущем они удосконалить систему эдукации. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель и радиокомпания «Гомель».